приветствую вас друзья так смерть нежити ёпта чё у нас тут садите бритвозубы издалека агрится с индией да я где аж нахожусь он меня выкупил хрен знает откуда и уже согрелся но это хорошо на самом деле это даже реально очень классно то что он так издалека агрится давайте еще второго самым сразу туда да отлично реально очень классный на прикольчик ой их очень много то есть да не надо там тебе бежать подходить аж хрен знает докуда чтобы они соблаговалили на тебя сахарится это даже реально удобно и мы еще охотничьих трофеев себе размутили столь необходимых нам для счастья да так вот а вот и кстати один драконий ящик были можно было даже попытаться его может быть вольнуть но с другой стороны а на хрена нам это надо давайте лучше попытаемся пройти к той пещере который я говорил блин там опять эти драконь и придурки как они надоели да никуда не пройдешь из этих дебилов они заполонили прям всю эту долину как орков в рудниковой долине так этих гребаных людей ящеров вот здесь вот так в домике ничего нету блин просто мы там никак не пройдем по-любому надо их наверно как-то агрить да потому что мы там никак не пройдем чтобы они нас не спалили при этом да а это конечно будет геморно я такая не только вдвоем будут агриться до один на один днар не пойдешь да придурок ну да блять то есть то чем я и думал ну радует по крайней мере что в этой версии возвращения у них нету арбалетов потому что помните прошу у них были арбалеты они с них херачили как с пулеметов и там еще хуже на 1 ситуация обстояла плюс то что этих драконьих ящиков там было не меньше при этом да там вообще было полный полный капец был конечно хочу не стали блять дебилами о братан вот этот еще с красавчик а у нихера ничего нет ну по одному они короче не агресса да да не только вдвоем блять мы с тамарой ходим парой блять пошли в сраку мудаки а мы сейчас обойдем в натуре они же видите они это потом останавливаются короче говоря и стоят уже на дороге поэтому как раз отлично не пускай там стоят а мы себе пойдем куда нам нужно правильно ребят не убивая этих дебилов так надо бы только вспомнить где-то пещера хребаная да это пиздец вы чего это я зря обрадовался там ни хрена себе там у нас еще один драконий ящик дрейк блять а может там эта пещера хотя не ни хрена она точно должна быть здесь ну просто мы с драконием ящик уж не справимся сто процентов мы даже с дрейком там еще до справимся с драконием ящиком в чем мы ни хера с ним не сделаем его даже достать кого-то хер него него достал наконец-то то я даже не упасы сколько у него хп как вот хрена а там блять я вообще не покосал поэтому его короче гря не берет поэтому смысла даже нет давайте пытаться его как-то 3 выстрела ему нанес его там хп как было так и осталось так вот он идет ну давайте попробуем на мечах с ним не знаю друг выйдет чё ой то ой бляда он крутой пиздец да драконий ящик вообще пиздец конечно да он поход на одном чуваки туда возвращаться в да драконий ящик конечно пипец там же пещер помню никаких нет это что же драконий ящик ну да поэтому короче ну туда татка не поедет кругом эти драконий ящик ну вот разве что есть зверо ящик да и с ним мы еще справимся да с ним и даже можно себе блин позволить расхлябанность из да там не особо париться тем чтобы у нас на хотя нет не можем переоценил я свои возможности можно как туда по и пойти сейчас попытаться да во всяком случае мы его то завалим да может быть нам там что-то откроется какая-то дорожка какая-то пещера вижу хочу ски попытаться по максимуму эту долину зачистить вот это один из вариантов из этого придурка сейчас убить ну да драконий ящик это конечно да драконий ящик это конечно вам не не зверо ящик да я честно думал что они по силе где-то одинаковые но ведь и оказывается что далеко не одинаковые а так можно обойти теперь смотрите у нас теперь тут нихрена себе это очень классно то что мы этого чувака завалили у нас теперь тут открылась прям таки хора возможностей во-первых можно сейчас завалить дрейка если конечно нас не согрется при этом драконий снайпер вроде бы он не собирается свой блять их там двое сразу нихера себе многовато ну да значит вариант с дрейком пока что отпадает их там сразу двое то есть любом случае не вариант так блять как бы нам пройти безопасный маршрут провожить да как stalker и а он там 5 за дребаный драконий ящик у грибочек а так мы не обойдем получается до пещера поможет а вот там вот но мы не обойдем получается да да там драконий ящик то есть хер ты чего пойдешь то есть это единственное что мы можем по ходу сделать это он то ли попытаться счет его дрейка завалить с тем драконьим снайпером то есть это еще может быть получится это не факт да его просто отсюда почему-то не вижу правильно ну да она этот камень я не вылезу правильно а вылезу ой ой на него по идее это дебил тоже вылезет или они от не вылезет отлично блять ты можешь не бегать как поехавший станет себе и на месте и стоит как дебил начинает бегать раздражает кстати огненные языки это что же а я в режиме боя почему-то а он драконий снайпер это конечно мы уж не будем переводить на такого дебила да походи да я спущусь братан ты мразь блять ёбаный ты карась блять а сука это тоже и обидно да то что ты по сути прострал именно из-за того что блять начал спешим блять блять не вернее да из то чтобы он возвышенности и показ блять и пока спускался тебя ебанули ты тут я же самое обидное вижу пока спускался тебя уже и завалили эти дебилы блять так как надо согреть этого пидора блять только по-нормальному я даже не так это сделать честно говоря такой долбоебизм получается либо ты блять а решетова либо их обоих ладно сначала здоровье подлечить да хоть маленько он будет просто когда на этой скале дерешься из этого ебанутого прикола то что ты когда сверху наносишь урон урон почему-то не проходит да то есть его не можешь косать к ты сверху над ним стоишь блять такой сука ебнутый прикол нахуй то блять из этого нереально драться как бы на этом камне с этим ебучим драконьем снайпером получается как-то ты должен сначала его сагрить а потом уже агрить этих дебилов до дрейков этих ебучих салате господи соблаговолил блять сагрится чепушила блять вот мой уровень подняли кстати говоря так отлично мы еще и подсобирали трофейчиков до давать из этих дрейков вольнем натуре сейчас мы еще и кританули по нему да он же нас не увидел сначала так один готов все второй готов так мы еще и защиту тарня повысить себе сможем в итоге да так и того у нас 37 очи обучения до следующего до хера конечно да хорошо за мы не пойдем там это драконь и ящер да вот дальше и скелетики смотрите да скелетик выше мы завалить то сможем может там какая пещера будет хрен его знает давайте хоть попытаемся да в худшем случае просто немножко опыта еще срубим почему бы нет тогда вот торг орк 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 скелет согрелся отлично или как у меня косвить умудрился с этим орком скелетом слова сложно драться потому что он достает тебя с какие-то нереальных расстояние да то есть блять вроде бы у него оружие обычная да как обычный меч это уже обычного скелета но бред при этом у тебя она достает практически на любом расстоянии блять чё такое а я сначала все равно вообще подумал что это эти люди ящери на меня согрелись да это было бы реально полный капец конечно но слава богу это не так были лечить сообщение чем чуваки это капец я уже скоро и все супчики сажу давать может хоть эссенцию дернем до локация сложная конечно при себе отлично как раз дамы немножко и себе уже под зачистим то есть потом когда вернемся нам останется только чисто уже и добить что называется да так мы тут уже даже одного босса завалили ну как босса вы поняли да типа именного монстрика нету пещеры к сожалению нету да блин получается видите все проходы к пещерам получаются перекрыты да там люди ящери там люди ящери то есть это разве же превращаться в какое-то животное да и пробегать мимо то есть только таким макаром потому что так мы там не пробьемся никак внутри анекса эти грустно блин я хотел конечно он тоже побродить так там еще этот дрейк и еще драконе снайперы да даже не знаю валить их не валить с одной стороны здорово завалить да тут же опыт те же трофеи с другой стороны ручеток задолбался и пройти и опять игра начала лагать да вот это вот даже не знаешь как было поступить правильно бабля там еще неудобно будет спускаться то плохо с этим помню тут даже меньше людей ящиков чем это было в прошлой версии возвращения честно говоря помыть ли она меньше но правда очень много вот этих вот драконьих ящеров которые конечно пипец крутые да и это грустно неудобно получается да вот как не спуститься неудобно давайте попытаемся сначала этого дрейка вольнуть да как-нибудь а это еще хер получится судя по всему да нет получилось так ну по крайней мере дрейка больше нет ой не то взял а этого дебил от наверно и рашни сахаре да не получится вернее сахаре так чтобы один на один или получится давать его обычно во всяком случае да по крайней мере язык угольные ящерицы мы раздобыли ну да видите не блять вдвоем сразу пиздуют они меня сейчас поимеют конечно тем более чеш надо учитывать тот момент то что блять я сверху бью и поэтому второй удар у меня не проходит как всегда да то есть только первый проходит а второй уже хуяшки да но она тогда отсюда валить чуваки я больше не вижу никаких вариантов но тут делать то больше не хрена ну да то есть снайперов ты по одному не сахаре ша так тут уже все тут вафельный торт он тогда поставлю на паузу и уже увидимся в харинисе то просто друг меня сейчас играл вылетит увидимся то наверно сразу в харинисе да именно в городе харинисе точно мы сначала продадим наше оружие наши шкуры бас 1 а потом уже пойдемте в лагерь охотников давайте да кстати говоря представляете какой прикол ты телепортироваться не можешь тебе нужно сначала добежать до этого секура то туда попасть в город орков и уже потом да ты можешь портануться это конечно жесть моментик 50 стрел у него кстати говоря есть давайте даже купим это 250 золотых а блять не хватает денег тогда продаем ему кое-что драготарах рах вахур рах карлок до продаем меч харта продаем до дубину охра продаем ржавый меч молот камнелома этого 0 как его там до охотничий лук можно еще продать да так и покупаем у него все 50 стрел до хорошо у нас теперь сто двадцать две стрелы как-никак это уже лучше так можно теперь продать ему спокойно наш ремень силы до теперь это реально нам можно не париться абсолютно так демона я вызывать никогда не смогу мне сказали поэтому продаем так что у нас а мы больше у нас такого вроде бы ничего не туда все остальное это уже каким-то особенным торговцам надо нести ну да все остальное уже как бы такое хорошо так нам значит нужен кто нам нужен рейнар нам нужен хальвор и нам нужен баспер сейчас рейнар хальвор и баспер ну хотя хальвор нам там особо денег не даст а может быть золотых какие-то там 20 или 30 да у нас там помощи колец не очень много а вот баспер нас реально может порадовать конечно но он же чепушила куда-то ушел прикол тоже ну блять с одной стороны да там реалистично там прикольно можно об этом сказать да но с другой стороны вот вот мне надо сейчас найти этого дебила да вот зачем мне мудохаться вот заходить искать его где он сейчас может быть да вот блять такое что-то придумали чесноря весьма спорный момент так давайте до разогрел стальных заготовок все остальные заготовки разогреть назад теперь нам значит нужно поделать себе наконечники для этого нам нужен на наковальня так наконечники ой блять а да да наконечники для стрел так наконечники для стрел так наконечники для стрел да давайте сейчас наколды бенем потому что реально нам нужны как видите да и для обычных и для колдунских стрел мышь по ходу именно из-за этого на раз себе не могли делать до стрелы честно колдыбей давайте еще 100 штук сделаем да вот 50 50 все и хорош я думаю нам на первое время точно хватит так это мы сделали так где-то дебил может быть он по-моему карагона в основном висит да когда его там нету по моему всегда у карагона так это вот здесь вот по моему да так бромор да вот баспер так так вот я принес несколько шкур шкуры волчий шкур шкура варга еще одна шкура когда я натыкаюсь из кур отлично хорошо продали моему шкуры 2 389 ну чё блин неплохо неплохо так мы же еще куки продадим до мышцы выше не забывать что это мы еще не все охотничьи трофеи продали то сейчас еще к хайвору сбегаем по баррику сайт там еще давайте заодно зайдем в кардифу заберем нашу плату и заодно на колду бенем себе этих супчиков там различные дамы что она насобирали там грибочков всякого говнеца так братан где это кардиф кардифович моей оплаты 10 золотых нихрена себе падла 10 золотых заработали нормально так и нам нужен хальвор хальвор чик так золотые и серебряные вещи 15 золотых я продаю да значит настолько было одно серебряное кольцо к оказывается я чуду может у нас побольше чего-то было ну ладно тоже хорошо может быть и пригодятся нам эти 15 золотых в определенный момент так вот котел да давайте себе честно колды бенем ханки то котел 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 компоты мы делать не можем до похлебки тоже от супы супы да вот все мясные грибы для супа 23 грибовой супчик а почему бы нет кстати а вот этот вот мясной пирог а это буква c да вот да вот мясной пирог опять хлеба 25 сырого мяса молоко и шнапс 5 хлеба 25 кусков сырого мяса у нас 19 кусков сырого мяса нас мяса не хватает а тогда все есть молоко есть 5 хлеба есть да ну и штабс у нас тоже у нас вообще дохера то есть нам сырого мяса немножко еще раз добыть чуваки и будет нам счастье так вот алхимический стол давайте сразу себе сделаем мутагенная сделать зелье силы магические зелья до магической защиты да вот эликсир защиты от огня эликсир защиты от огня так и мутагенные магические изделия эликсир силы отлично и того сила у нас было 75 если я не ошибаюсь до 75 теперь у нас сила 77 да и с поясом 97 то есть я же нам еще три силы как-то вкачать и да это реально очень здорово три силы еще вкачать и мы сможем наконец-то пользоваться одноручным серебряным мечом так мы защита от огня у нас была защита от огня 56 теперь значит 57 и 58 сейчас будет ага 58 да да хорошо поэтому все сделали ханкуна готовили эликсиры все-таки сделали смысле что мне надо у меня в квартире что ли дура тут упорывая так давайте теперь к сардосу к сардосу отдадим ему наше проклятое оружие башни к сардосу так сардос к сардос к сардосу проклятое оружие так ты все как также книжки читаешь да придурок ну да я проклятое оружие 225 золотых между прочим стать еще неплохо мы на продавали проклятого оружия согласитесь нормально так получилось так теперь давайте портанемся к лагерю охотников да у нас даже есть туда телепорт доложимся альфреду да так рафа драгомир альфред отлично так трофеи для тебя есть братан да все когти 784 золотых все клыки 1000 золотых с лишним и все рога еще тысячи с лишним ни хрена себе чуваки так мы нормально охотничьих трофеев на самом деле нам утили 6133 чуваки ни хрена себе можно спокойно идти сейчас к садите да да можно спокойно идти к садите короче спокойно идти к садите покупать у нее это зелье пускай она уже начинает варить и давайте знаете что еще сделаем я что еще хочу я хочу натуре дочистит у пещеру со скелетами помните которые у башни декстера были давайте даже сперва этим займемся таком только вспомнить где-то находится кому как-то так мы шли да ну да вот вы достали со своим вот он оттусы 3 квест по он будет на этих крестьян и серень у кстати их нужно их же по идее всех пошманывать можно да ну а не ним а что новенького блин жалко там полный квест на этих крестьян будет до чтобы мы типа им охранников нашли но давайте этим потом как-то займемся тем больше там помню квест такой в плане вознаграждения не очень надо будет заплатить бешеные бабки да в итоге мы там практически практически нихрена не получим в ответ кстати вот тут еще есть снайпер я чуть за него забыл а так бы как раз вместе с ним вы продали бы когти еще больше было вас рубили но уже ладно это уже будет нам на потом так отлично да нормалек ребятки дела идут все-таки вверх я живу сейчас мы еще эту пещеру реально дочистим то может быть чем будет полезно и вполне вероятно да а мы ее сейчас уже реально сможем дочистить наконец-то у эту же ищущих до хера да я забыл совсем я совсем забыл за эту херню да тут же целая толпа ищущих там даже квест на это будет это блин это мы теперь эту пещерку не скоро конечно зачистим то что там ищущих конечно там немало да прям скажем ну что ж тогда давайте в натуре и текса идите отдадим ей зелья ну и можно туда будет прям сейчас даже уже идти потихоньку к этому креолу ну я реально я не думаю что у него там будет так уж много стоить это это этот навык да как помню то там по-моему и будет я живу около там тех же тысяч четырех ну пускай максимум там 5000 то есть нам любом случае должно хватить денег так что нормально нужно а потом как раз придем оттуда сагита нам уже сварит один эликсир чик мы его дернем да еще повысим защиту там от оружия от стрел а это никогда лишним не бывает да особенно что нас в будущем ждут бои со всеми этими дракониями ящерами и прочими ребятушечками да так что нормально очень радует то что мы этот пояс размутились и беда у орков я живу теперь вообще очень жирно получается то есть реально получается что ты хопа короче горято пояс одеваешь я же имел час всего лишь трех силы не хватает чтобы иметь возможность уже пользовался до одноручным серебряным мечом и наконец-то мы решим эту гребаную проблему с призраками потому что эти призраки конечно реально доставали свое время как бы вот да и надо будет еще раз просить у братишек насчет этого края тогда чё там как им пользоваться чтобы верхом на нем ездить так саги . солнечное алоэ хорошо по рукам все тысячи золотых и нам надо пройти на следующий день да у нас 5 133 золотых да ну что это да поставлю на паузу и увидимся тогда у лагеря у того лесного и пойдемте уже к лохову кривого давайте чуваки так с ребятки ну вот мы и на месте да вот мы и на месте давайте значит только так той хрени тем более мы там окраски хорков зачистили да нам там пройти будет очень просто даже не надо будет одевать улумулу это тоже очень удобно конечно да здорово то что мы сбегали в эту долину теней я живу вот папа защищали по защищали так вроде бы немного а блин уж меч забыли продать райнару елки-палки смертозуб у меня так и остался вот я придурок ай-яй-яй ну ладно да в любом случае мы бы его есть и продали быту золотых за 200 до этом 300 он там полу сильно много не стоит поэтому не страшно главное потом не забыть такс 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 так как туда попасть а вот так у спускаться да тут что здорово что у нас есть телепорда как раз к этому лагерю от него недалеко спускаться как раз к этой хрени интересно там сейчас к этому криво будет легко пробиться или как всегда да в этом плане еще очень любопытно потому что ну раньше к нему было так принципе сложновато про пробиться но не так чтобы очень да там принципе было не очень много крутых скелетов в этой версии я конечно не уделюсь если не часто накидают какие-то эпичных скелетов да там демонических всяких хрена хрена и ческие до которых и рубеж и прямо у входа не будут стоять то есть это будет конечно очень печально но если что у нас там остались еще магические стрелы помните да то есть они реально смогут пригодиться в этом плане плюс еще попад попасть туда неудобно давить тут эта бухта и на меня сейчас сразу сограться эти скелеты получается драться с ними толком нигде пространство видне туда или они их отсюда убрали они не убрали ну да ты сразу же вода видите и ты сразу за эти скелетики я еще это конченная анимация как я почему-то нормально слазь браток ну чего ты у их там их там ни хрена себе так это мы даже не двоих там щитро и а это уже демонический ну блин браток но не под подлома и меня такая о о отлично потрепали не мне нехило ну ладно сейчас конечно очень важно чтобы вы поняли да одея твой проклятый меч братишка под воду упал я так понял да так нормально уже да уже нормально сейчас очень важно конечно бы у входа этих дебилов не было то не как всегда сделаю да что ты только входишь а там уже сразу тебя скелетов 5 ждут да но и или если они будут прямо у входа то чтобы там не было вот этих вот эпически крутых скелетов которых они тоже очень часто любят напихивать до туда прямо на вход давайте немножко сейчас восстановимся да то что там какие-то обычные были скелетиками к с которыми хоть можно драться да а вот его меч отлично фух кстати можно таких навыков хороших поизучали да и сопротивление жаре и сопротивление холоду регенерация здоровья то есть регенерацию маны я принципе смысла на такого особого не вижу изучать да в принципе там я редко пользуюсь магии поэтому там тут мне особо не нужно да нам бы в принципе натуре лук бы докачать бы до 9 до 90 процентов чтобы мы с любого практически расстояние доставали до ловкость прокачать еще хорошенько и принципе дело сделано ну и двуручку тому же по возможности как получится да а так в принципе все самые такие помы необходимые навыки мы уже даже и изучили но разве что делать освещенные стрелы там до отравленные вот разве что таким вот вещам ну а давайте заходить принципе здоровья более-менее восстановили что тут вход так далековато да я думаю сейчас уже будет под загрузка может тут чё есть в этих ящиках а не нихрена не не припрятали и даже игра не вылетела ребятки представляете ну блять такое ну нормально такое да говно мягкое ну ты тоже просто ну блять вроде бы и ничего сложного два зомбака и этот но я жил ты когда держишься с несколькими противниками ты сразу автоматически становишься слабее на 80 процентов то есть это раньше убивал зомбака за с двух-трех ударов теперь ты будешь убивать где-то с 10 ударов я просто не понимают какую идиот вот до этого додумался вот нахрена ставить прямо у входа сразу несколько противников то сделать это что ты бы успел зайти сохраниться да и все и дальше напихиваю сколько хочешь но зачем вот это было делать такой дал бы и без мулять и вот получается ты сдох давай блять перезагружайся потом опять перезагружайся там такой маразм блять так спокуха пошли в сраку блять педофилы салате господи нахуй ты прыгаешь братом я тебя прошу зомби обчистить от ты начинаешь прыгать или ты это радости прыгай что у тебя со второго раза получилось этих дебилов убить так кошелек ржавый меч мясной гриб интересно кошелек хороший давайте-ка сразу его заценим экстрактика на дернем а то больно долго будем восстанавливаться конечно так это кошелек до о 114 золотых кстати говоря неплохо неплохой кошелечек такой кошелечек меня радуют так то ничего более-менее восстановились давайте попытаемся даже еще может быть маленьких по исследовать так уже кто-то согрелся хорошо ну принципе да к некроманту криолу пусть принципе простой то есть да то есть нету таких супер крутых скелетов как допустим были в той пещере когда вы ну на 1 користа проходили квест помните да там реально были конечно скелеты прямо у входа уже такие эпические здесь конечно попроще не очень так просто но во всяком случае без без геморроя такого особенного до складу а блять сзади хотел подкрасться на мразь а что творит а я слышу его сопения сопит там падла да если бы не сопел бы я даже не услышал бы что он там подкрался тут еще огонь и корень раздобыли хорошо ну пока что зомбаки лезут ну меня устраивает зомбаками драться можно да это не скелеты вообще когда зомбаков много да тут тоже конечно проблема то что уронят они очень нехило да и убиваются порой довольно таки долго отлично так дальше по горизонту тоже тоже только зомбаков вижу пока что во всяком случае да пока что очень просто к этому криво пробиваться я прям даже как-то знаете уже привык к тому что все такое хардкорное геморрой на я даже как это вот это настораживает что все так просто там наверное потом где-то возле него будет какой-то скелет босс или что-нибудь в этом родину или этот или спящий босс да но по-любому но как-то слишком просто к нему пробивается пока что прям как будто это не возвращение уже честное слово так как нам дальше вот идти в какой туннель я не помню не помню к одному месту еду до что налево поворачиваю что направо там по-моему один и тот же в одно и то же место выходишь для что у меня потрепать как так умудрился еще скотина так он вот уже пошло скелет жрец хотя херня до скелет жрец не круче обычного скелета воина так он ничего тут интересного не охранял я понял надо в принципе из скелетов именно у нас проблемы вот с этим проклятым жрецом да у нас проблемы с этим проклятым жрецом его тело демонический скелет страж или как он там называется да я уже забыл ну вы поняли да про кого я говорю те которые еще с щитами такие вот это вот очень проблемный соперник только его я вот только из лука могу сейчас выносить это в принципе с таким трудом да ну можно конечно и на посоха с ним драться ну в смысле на ближнем оружии но это конечно очень тяжело а так в принципе со скелетами у нас проблем нету вот блять их там до хера согрелась по ходу ну да на терапевт перезагружаться ну да меня уже убили да 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 понятно надо осторожнее их как-то агрич или здоровье восстановить даже здоровье немножко восстановим на том что что-то совсем у нас его мало ну целом да я думаю что и вы согласитесь дела у нас начали идти уже на поправку конечно ничего такого сверхъестественного мы не сделали еще до сих пор да но все-таки в целом да в целом конечно уже у нас все намного лучше обстоит то есть раньше мы вообще никуда пробиться не могли да грубо говоря всего на свете боялись теперь как-то конечно в этом плане стало проще да ой там призрак кстати говоря есть отлично это что о чем я и говорил да что так это больно просто но вот пожалуйста было тебе просто получает призрака да я же думаю что-то ну прям вообще соперников таких крутых нету с этим призраками даже не знаю что будет делать у меня-то ведь магии такой мощные не туда разве что огненный дождь но мне жалко тратить их не точно призрака гребаного да да мне жалко тратить огненный дождь на гребаного призрака так у меня магии особо нету и этот проблема реально а это и копьем у своим этим стража ли как он там называется я буду его мочить долго и нудно конечно мне даже мана не хватит проблематичный момент у нас сейчас будет ну посмотрим может быть много кто обойдем для чего в принципе недолго нам уже осталось терпеть этих призрака вижу на вот еще силу на 3 поднять это в принципе не очень много согласитесь да и как только мы это сделаем считать что мы уже можем с ними драться да у нас уже наконец-то будет серебряный меч надо нам валится нечем у нас же там что шаровая молния есть тонн его особо не покоцает и принципе все да нам больше ему предложить нечего и запас ману нас маленький то есть плюс восстанавливать ману как тогда потом с ним драться то есть почему нельзя с тобой драться обычным оружием брата ну такой маразм а грянь такой бред блять пиздец утрен кто это придумала сделали бы просто что допустим обычным оружием ты ему наносишь там 10 процентов урона до от урона оружия ну или что-то такое да чтобы это хоть просто мог с ним как-то драться а так получается ледяные стрелы на него не работает потому что он потом оттаивает и улетает да маразматический прикол ну попробуем сейчас конечно такое что он опять не сработает у меня всем этот бах включается да он оттаивает потом улетает ты хотя что-то неси на него и коз вот эти ледяные стрелы цените ни хрена себе может дальше знаете как его мочить может быть его дальше путем воина так потом опять наш лук а ну оттаивай братан что ты долго тоишь а ну вот видите он зелье пьет дать ему бы блять такой бред пиздец да у меня то короче игра вылетела я значит про что подумал я кстати все хотел это попробовать и все время почему-то забывал что если нам взять факел и копье и пойти с ним драться с факелом может быть копье его будет уронить как думаете якобы не уверен конечно но это хоть шанс какой-то не она его поджигает но урон да не наносит я понял ну да вернее если наносит какой-то там понтовый абсолютно урон за ясно суша обычным луком ломочить вот допустим не магическими стрелами обычными тоже его не вален да тоже ему похеру в общем я не знаю додавать мы на этом наш выпуск закончим я немножко задолбался да нет на него сейчас настроения честно даже не знаю что мы будем делать тогда вскрытности мимо него ведь не пройдешь убежать тоже не вариант потому что там дальше полно скелетов возможно вариант знаете как выманить его куда подальше потом убежать назад завалить скелета да и тогда может быть как-то от него вот так вот спрятаться получится или что ну просто да мочить его этой магии нашей магии стража потом пополнять ману бегать по этим коридором в принципе вариант то что у нас особо сильно не коцает но это такой гемор тоже чисто говоря это если получилось бы чтобы он заглючил как тогда помните да у нас в той пещере заглючил призрак но это конечно наставлять ну а на любом случае будем об этом думать уже в следующем выпуске мне сейчас впаду об этом думать да я вам как всегда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока